Итак, сейчас середина марта, что же мы сделаем с теплицей? Вот видите, уже одна грядка прокопана, земля достаточно влажная, но копается легко. Этому способствует и... Это скорлупа от яиц. Как видите, она достаточно мелко раскрошена. Есть у меня вот здесь, например, более крупная. Ну, здесь можно просто пройтись ногами, и она растолчется. После того, как я посыпала грядки яичной скорлупой, мы как раз грядки перекопали. И вот здесь уже на перекопанной грядке их практически этой скорлупой не видно. То есть она будет постепенно преть в земле, тлеть у нас на протяжении длительного времени, и отдавать все свои микроэлементы, которые необходимы для роста растений. Что же я хочу сейчас сделать? Для того, чтобы весной, у меня было весной, даже летом уже скорее, мульчирование почвы поверх вот этой вот уже прокопанной грядки я сейчас посыплю и покажу вам Ну, вот такие вот семена горчицы. Сидират, который используется, сажать буду достаточно часто. То есть буквально вот так вот в россыпь. Сейчас вы эти семена можете видеть на экране. Их можно оставить прямо вот так. Если еще есть снег, можно сверху посыпать снегом, и снег при тайке постепенно будет углубляться внутрь, помещая за собой, уводя за собой растения. Но так как у меня сейчас снега уже нету, я, пожалуй, немножечко прорыхлю. Для того, чтобы семена чуть-чуть попали в землю, а в дальнейшем они прорастут. И даже весной, когда я уже в конце весны, в мае месяце буду сажать, или в апреле, может быть, посмотрим, как будет погода, буду сажать рассаду. Она мне мешать совершенно не будет. Более того, она еще будет защищать рассаду от возможных заморозков, забирать на себя лишнюю влагу. Еще раз хочется сделать акцент на том, как мы готовим теплицу к весенним посадкам. Посадка в конце весны. Сейчас у нас середина марта. Внутри теплицы установилась достаточно теплая температура. Здесь около 20 градусов на солнце. Итак, из трех грядок, две грядки, я посыпала сверху горчицей. Обычно это делают осенью, но тем не менее мы проведем сейчас эксперимент. Вот, видите, да, что посажено достаточно густо. Две грядки специально посадила по краям теплицы. А вот центральную грядку не стало. Посмотрим потом для эксперимента, как у нас что будет расти, насколько, в принципе, это будет удобно. Итак, вы сейчас видите о том, что буквально граблями чуть-чуть мы рахлим почву посверху. И таким образом часть семян у нас заглубится, но совсем чуть-чуть. То есть смысл их углублять, делать грядки не вижу никакого. Буквально чуть-чуть. Поливать мы их тоже не будем, потому что, в принципе, достаточно влажная земля на данный момент. Каким образом будет влиять эта посадка, как она будет мульчировать землю, мы с вами сможем посмотреть уже после того, как всходы зайдут. Вот так постепенно горчица у нас оказалась. Теперь можем посмотреть, что все равно достаточно много семян осталось на поверхности, но часть из них и оказались присыпаны. Я, в принципе, думаю, что это сильно не повлияет на всхожести. Должно зайти все достаточно дружно, густо. И создать определенный зеленый ковер. Ну, а в дальнейшем посмотрим, что произойдет и как это повлияет. Минь. Продолжение следует...